МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите программу событий. Сегодня в выпуске. Благоустроить город к дожинкам помогут стройотряды. Опытом работы по принципу «одно окно» делится реческий лесхоз. Команда юных реческих футболистов в областном турнире – одна из лучших. А теперь на эти темы подробнее. Благоустраивать город к дожинкам помогает стройотряды Белорусского республиканского союза молодежи. Работа, которую выполняют бойцы отрядов, не из легких, но ребята знают. Это хорошая возможность с пользой провести время летних каникул. Сергей Коржаков, учащийся филологического класса лицей, решил попусту не тратить время летних каникул. После сдачи экзаменов пришел в районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи и записался в стройотряд. Хотя профессия, о которой Сергей мечтает, ни в коей мере не связана с физическим трудом. Филологу всегда интересно с людьми общаться, неважно в какой среде. Или ты будешь библиотекарем, или ты будешь строителем, или неважно кем. Поэтому подвернулась возможность от Барсейма попасть строителем. Вот я и пошел. Копать траншеи и облагораживать участок на путепроводе – дело не из легких. Ребята не скрывают. Бывают трудности. Главное, коллектив подобрался дружный. Коллектив попался дружный. Все места между собой, рука об руку, работа. Так что, я думаю, проблем так в целом не возникает. Все нормально. Все-таки, наверное, привлекло то, что в стройотряде, наверное, сам коллектив. Тут очень много друзей моих и знакомых. И вот само это общение. Очень дружно и весело нам работать здесь просто вместе. Сейчас на стройках города работает два стройотряда. Всего 50 человек. Это учащиеся лицеи районных школ. Ребята знают, что рабочие руки требуются всегда. Особенно, когда город готовится к приему гостей. Не за горами фестиваль ярмарка Дожинки-2007. Поэтому и стараются. Третий трудовой семестр 2007 стартовал 5 июня. Мы отправили два студенческих строительных отряда. Один работает на путепроводе нашим строящимся. На выполнении работ подсобных по копке траншей и укладке кабеля. Второй отряд строительный у нас работает на набережной реки Днепр на укладке тротуарной плитки. С 1 июля в Речице будет работать уже 5 стройотрядов. Общей численностью 90 человек. В основном ребята будут заняты на работах по благоустройству города. Среди лесхозов области по многим направлениям Речицкий признан базовым. Здесь проводятся семинары для работников отрасли. На этот раз реческие лесоводы делились опытом внедрения принципа «одно окно». В Гомельской области 21 лесхоз. Идеологическая служба исполкома была проведена проверка. В 17 из них выявлены недостатки нарушения. На семинаре обсуждали типичные для большинства ошибки. Ознакомились участники семинара с опытом внедрения принципа «одно окно» в Реческом лесхозе, который признан базовым. У нас график работы наших лесничеств изменен, значит, в соответствии с директивой. У нас в каждом сельском совете есть свои стенды, где население информировано по ценам, по отпуску, древесине, дров, топливных и других лесной продукции. Поэтому население всегда информировано. И у нас нет проволочек вот таких бюрократических, которые может быть человека посылать с одного места в другое. Люди приходят сразу и в выходные дни. Мы реализуем нашу продукцию для того, чтобы люди меньше ходили за какими-то бумажками. На конкретном примере участники семинара ознакомились с методом работы с населением. Для этого посетили Ровенско-Слободской сельский совет. Председатель Тамара Лепешко рассказала о взаимодействии совета и лесхоза. Особое внимание уделила организации работы с льготной категорией. У нас эти списки все лежат уже в лесничестве, в льготной категории. Идет выписка, в течение 10 дней все это определяться, человек получает. Как завоз, вот здесь уже. Они загружают и человеку доставляют. Особые интересы участников семинара вызвали достопримечательности лесхоза, экспонаты музея и изготовление скульптуры с дерева. Оздоровительный лагерь «Солнечный» Метизного завода широко распахнул двери для рейческих мальчишек и девчонок. Побывая здесь однажды, ребята с удовольствием приезжают вновь. В этом убедилась наша съемочная группа. Когда наша съемочная группа прибыла в оздоровительный лагерь «Солнечный», здесь шло очередное мероприятие. Организацию досуга детей, как и оздоровление, педагоги считают главной задачей. «Основная направленность нашего лагеря – это оздоровление деток с 6 и включительно 17 лет. Что мы здесь делаем? Организуем их досуг, отдых, стараемся, чтобы им было интересно у нас, чтобы детки уезжали от нас веселые, здоровые, бодрые и приезжали на следующий год еще с большим удовольствием. Оно так и получается. Постоянно детки, как начали у нас с 6 лет, так они и до 17, и здесь каждый год отдыхают». Ежедневно в лагере проводят несколько мероприятий. Работают кружки, вечером – дискотека. Педагоги стараются во благо детей, словом, вкладывают всю свою душу в работу. Тамара Николаевна Мартынова второй год в «Солнечном», учит детей рукоделию. Каждый день в кружок «Умелые руки» приходит все больше мальчишек и девчонок. «Каждый день у нас новое занятие. Это соломка, это монотипия, это работа с манки, это работа с песка, это работа с соленого теста, это работа с гофрированной бумаги и изонить. И что еще у нас, ребята? Ну, красками раскрашиваем, конечно, работу». За две недели отдыха в лагере дети выполнили более ста работ. Каждый кружковец по 5-8 поделок. «Тут красиво все, интересно, и руководитель хороший. Меня сюда привлекло, ну, что здесь интересно, потому что в корпусе сидишь, что же скучно, а здесь весело, столько людей работает. Поговорить можно, красиво делать. «Это я работу делала из соленого теста, я делала работу из нитки. Из вышивания делала. Что тебе получилось?» «У меня цветочек получился». Сейчас в солнечном начался новый созыв, который непременно подарит незабываемые дни детям. В рамках турнира «Хрустальный мяч» прошло первенство Гомельской области по футболу среди мальчиков 1991-1994 годов рождения. В турнире принимали участие около 50 юных футболистов Речицы. Мальчишки 1991-1994 годов рождения. В большинстве случаев игры для речан завершились успешно. «Мы уже сыграли по пять игр. Младшие ребята играют более успешно. На их счету четыре победы и одно поражение. Старшие, конечно, немножечко послабее. Выигрыши разные. Выигрывали крупно и проигрывали. Ну, в принципе, ребята борются. Проигрыши, значит, несущественные. Просто почему-то не везет, как и у нашей основной команды. «Ведрич 97». «Давай не спи за спинами, гора вот такая!» По мнению болельщиков, все игры прошли на высоком подъеме. И команды приложили все усилия, чтобы быть на высоте. «Начался чемпионат области. Ну вот, болеем за свою команду». «Как она играет, своя команда?» «Хорошо. Пока проиграли только Гомелю один матч. Сначала, ну, там, так, неудачно сложилось. 2-0 выигрывали, 3-2 проиграли. Ну, мы с Гомелем, он так, самая сильная команда. Вот, пока что все до этого игры выиграли. Если в следующем круге здесь дома выиграем Гомель, есть шанс выиграть чемпионат области». Последний матч реческие футболисты провели с командой из Рогачева. Итог младшей группы 3-1 в пользу реччан. Старшая группа сыграли в ничью. Футболисты 92-го года продолжат игры в системе лицензирования. «Верё, 3 часа!» Это вся информация на сегодня. Впереди вас ждёт прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго до пятницы. Прогноз погоды на ближайшие двое суток. 27 июня ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы. Днём без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью возможны порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов тепла, днём 19-24 выше нуля. 28 июня ожидается облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, днём до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днём 18-23 со знаком «плюс».